Всем привет! Я Маруся Коваль, глава отдела пиара Креатива в ЦУМ. Сегодня мы поговорим на тему фэшн-фильмов, реклама это или искусство. Что такое фэшн-фильмы? Фэшн-фильмы это очень сильный маркетинговый инструмент для продвижения модного бренда. Это не реклама в ее обычном проявлении, а скорее особенный формат видеоискусства, который передает актуальную позицию и настроение бренда. С развитием технологий и компьютерной графики, с возможностью привлечь самых интересных и талантливых людей в свою команду, доступность видеопродакшена. Все это позволило и вдохновило бренда использовать видеоформат более эффективно. Изначально этот формат существовал для того, чтобы показать актуальные тренды и коллекции брендов, но благодаря тому, что творческие единицы всегда вдохновлялись интересными референсами и мечтали воплотить все самые смелые идеи в своем творчестве, благодаря этому фэшн-фильмы сделали большой шаг из рекламы в искусство. Конечно, месседж «купить платье» либо же «сумку» он остался, но сейчас все это завернуто в очень нативную форму, красивую обложку. И количество профильных фестивалей, конкурсов, разнообразие контента на эту тему, всему этому служит лишним подтверждением, что это все актуально и интересно зрителю. Главная задача таких фильмов сейчас — это создать особую атмосферу и настроение и передать таким образом, про что сейчас думает, что переживает бренд на самом деле. И получается, что фэшн-фильмы — это реклама для тех, кто устал от рекламы. Фэшн-фильмом может быть атмосферное или концептуальное видео, где на предметах одежды практически не делается акцент. Так, нью-йоркский бренд «Суприм» представил свою коллаборацию с спортивным гигантом Nike. С помощью классического скейтерского видео он создал не просто рекламный ролик, но и передал атмосферу комьюнити через соревнования двух скейтерских команд-амбассадоров. И наоборот, фэшн-фильмом может быть видео-лукбук, который объединяет все образы коллекции в целостную историю, а также короткометражное кино по всем правилам драматургии. Как, например, в видеоработе Канни Уэста с брендом «Бальман». Режиссером клипа стал Стивен Кляйн, один из самых высокооплачиваемых и влиятельных фотографов в индустрии. Сейчас, в период карантина и мирового кризиса, абсолютно точно ощущается тенденция меньше бюджета, больше результата. Именно в такой период появляется потребность в создании роликов с помощью телефона, либо же камер GoPro. Такой самостоятельный подход, без привлечения огромной команды, дает очень интересные результаты. Такой ролик легко станет вирусным в соцсетях, и фильм может подаваться на все международные фестивали. Архивные записи британской киностудии «Братьев ПТ» свидетельствуют о том, что первые попытки запечатлеть моду в кадре были сделаны с появлением кинематографа в целом. В 50-е и 60-е годы художественное кино про моду и стиль стали актуальными на просторах американского и европейского телевидения. Феллини стал одним из тех, кто сильно повлиял на мир кино и моды. «Костюмы в кино подобны образом и снов», — говорил режиссер. Сны и мечты учат нас тому, что существуют универсальные языковые способы. Можно передать другому человеку ощущения каждого предмета, цвета и деталей одежды. Костюмы помогают рассказать историю персонажа. Красота по-итальянски из фильмов «Феллини» временами вычурная и театральная и сегодня продолжает вдохновлять дизайнеров и режиссеров со всего мира. Из года в год известные дизайнеры цитируют культовые образы из картин «Маэстро», посвящают ему целые коллекции и вдохновляются его эстетикой при стилизации показов. Одежда в фильмах «Феллини» — неотъемлемая часть его киновселенной. Для своих картин режиссер искал художников, которые могут неординарно работать с текстурой ткани и тонко ощущать нюансы цветовой палитры. Вместе с модельерами Пьера Параном и Данила Доначи ему удалось создать целостный видеоряд, где одежда была не просто обрамлением образа актера, но и стала самой выразительной частью его рассказа. Современные режиссеры рекламы и кино, такие как Вим Вендерс или Пауло Соррентино, тоже черпают вдохновение в наследии итальянского мастера. От частичных аллюзий до полного воспроизведения. Позже, в начале 90-х, под влиянием поп и панк-культур, развитие альтернативных классических глянцев, создание фэшн-фильмов практически сошло на нет, изменив настроение в обществе в пользу развития популяризации музыкальных клипов. Лучший пример — творческий дуэт Джорджа Майкла и Тьери Мюглера в клипе «Туфанки». В 2000 году культовый британский фотограф Ник Найт представил онлайн-платформу, полностью посвященную созданию фэшн-фильмов. На шоу-студия Ком Найт стал экспериментировать с возможностями новых технологий и компьютерной графики. Он привлекал к сотрудничеству известных дизайнеров, моделей и исполнителей, среди которых Александр Маквинн, Кейт Мосс, Мадонна, Бёрк и Леди Гага. На платформу к Найту пришли десятки модных фотографов, операторов и режиссеров. Их союз с дизайнерами привел к созданию уникальных видеоработ, которые поражают воображение разнообразием художественных приемов и техник. Фэшн-фильм окончательно сформировался как самостоятельный жанр видеоискусства. Сейчас это неотъемлемая часть современного фэшн-бизнеса, без которого невозможно представить продвижение как молодых дизайнеров, так и огромных корпораций. Сейчас, когда фэшн-фильмы крепко укрепились на рынке видеопроизводства, появление профильных фестивалей как в Украине, так и в мире в целом укрепляют жанр, популяризуют и помогают его развитию. Практически все свои информационные поводы мы в ЦУМе снимаем видео в формате. Смена сезонных декораций, витрин и, конечно же, кампейны. Мы верим, что лояльность к бренду повышается, когда ролики создаются на стыке рекламы и искусства. Так, в начале 2019 года ЦУМ начал праздновать свое 80-летие. И вслед за открытием витрин представил свою ювелейную рекламную кампанию ЦУМ Криспоколиния. 80-летие ЦУМ подарило нам возможность отойти от привычного формата создания рекламной кампании и показать ЦУМ через призму его истории и культурного наследия. На первый план вышли живые эмоции реальных людей, их воспоминания о прошлом и размышления о настоящем. Впервые героями рекламной кампании ЦУМ стали не профессиональные модели, а представители известных украинских династий, молодые артисты новой волны, арт-деятели и бизнесмены, которые сделали свой личный вклад в развитие Украины. В съемке кампании приняли участие более 15 героев, одной из которых стала народная артистка Украины Ада Роговцева в компании своей дочки, режиссера Катерины Степанковой и внучки Даши. Каждый герой своим примером демонстрирует неразрывную связь поколений, семейные ценности и традиции, которые отображаются в философии ЦУМ. Этой рекламной кампании мы хотели переосмыслить ценности ЦУМ, так как ЦУМ – это уже давно не просто универмаг. Это целая история, эмоции, связь поколений, а рекламная кампания – удачный повод это показать. В прошлом году, готовясь к осеннему сезону, мы сделали акцент на атмосферном видео и выпустили рекламную кампанию, наполненную магнетическими сюжетами. Видео было отснято у подножья на вершинах Карпатских гор, а также возле озера Сеневир. Локация нами была выбрана не случайно. Карпатские горы – место с удивительной энергетикой и природой, которое поражает воображение каждого. Именно там мы отсняли героев разного возраста, нестандартных типажей, которые и отображают целевую аудиторию универмага. Сюжет кампании отснят в формате сторителлинга. Каждый кадр – это чистая медитация. Герои, романтики и мечтатели, которые находятся в поисках себя, новых ощущениях и своего места в мире. Они много путешествуют и думают про будущее. Характер каждой съемки во многом зависит от персонального стиля приглашенного режиссера. Автором этой работы стал украинский молодой талантливый режиссер Павел Кильдау. Также, Пашу, мы пригласили стать автором самой масштабной видеоработы в истории ЦУМ – документального фильма. Идея фильма родилась еще в феврале прошлого года, когда мы с командой начали планировать празднование 80-летия ЦУМа. Именно тогда мы решили воссоздать в одной из витрин витрину прошлого, середины 60-х годов. Тогда и были обнаружены редкие фотографии, архивные снимки, воспоминания сотрудников тех годов. Отсюда и началась зарождаться идея создать и собрать то, что раньше никто не делал. Прикоснувшись к истории, мы решили воссоздать все найденные материалы в мультимедийном формате. Первые шесть месяцев пошли на подготовку и сбор материалов, следующие полгода – на съемочный процесс и монтаж. Кильдау провел более двух недель в государственном архиве, отбирая советскую хронику по крупицам. Но нам важно было показать не то, какой ЦУМ был раньше, конечно, и это тоже, но как менялась мода вокруг него десятилетиями, как менялся политический настрой, социальное общество. И в разрезе любимого города Киева в целом, как менялся наша столица, настроение и так далее. Но при этом мы очень чтим и помним свою историю и сохраняем все свои традиции. Но сегодня мы в современном универмаге с большой историей. И нам важно было также показать, как мы живем сегодня, чем занимаются байеры, куда они ездят, как нас поддерживает, мотивирует SEO-компания, как мы привлекаем и работаем с самыми талантливыми украинскими дизайнерами. И все это мы пытались воплотить в одном формате документального кино. Мы невероятно рады тому, что на тот момент приняли достаточно рисковое решение снимать документальный фильм, и очень гордимся этой работой. Мы очень хотели, чтобы этот фильм каждый зритель воспринимал не просто как историческую хронику, но и через призм своих внутренних ощущений, через воспоминания и опыт, связанных с Сумом. И в результате мы получили стопроцентный фидбэк от зрителей, тот, который мы и хотели получить. В соцсети были заполнены комментариями с благодарностью о том, что они не знали, что ЦУМ прожил такие трудные времена, что он переживал реконструкции и был во время войны разгромлен и так далее. И сколько судеб, сколько поколений прошло через него. Молодое поколение узнало об истории ЦУМа и поделилось со своими родственниками, близкими. И мы получали много-много письм о том, как совсем молодые девочки и мальчики делились этой работой со своими бабушками, а бабушки и дедушки в ответ рассказывали, как они ходили и стояли в очередях ЦУМа. Это бесценно, это то, что делает бренд брендом, и мы на своем опыте всячески призываем рисковать и большие коммерческие объекты, маленькие, разные, вкладывать не только в прямую рекламу, но в что-то большее. То, что формирует бренд. Все-таки наша история, наша традиция – это главная база для дальнейшего развития бренда. В завершение от себя могу сказать, основываясь на этом опыте, что большим компаниям точно важно и нужно рисковать и мечтать смелее, и делать то, что вы никогда не делали, не думали делать. Важно вызывать эмоцию людей к своему бренду. Как и в любом бизнесе, успешен тот, кто четко понимает и предвещает тенденции на вечно меняющемся рынке. Нужно обладать определенным чутьем и интуицией, чтобы всегда оставаться первым и самым востребованным.